Всем привет, с вами Лэб, и есть обычные компьютерные игры из разряда прошёл забыл, а есть легенды. И последний, это особенный тип интерактивных развлечений, о которых сообщество не забывает на протяжении многих десятков лет. И сейчас мы поговорим об одном характерном представителе таких игр легенд, Rolls.com. Да-да, вы не ослышались, это будет обзор на игру, и да, спешу верить, всё это имеет самое прямое отношение к надсталкингу как таковому, так что не пугайтесь, и не спешите жать кнопку «Отписаться». Ну и лайк ставить не забывай, я тут как бы первый в российском сегменте ютуба делаю обзор на Rolls.com, но ты понял, уникальный контент и всё такое, давай-давай, я за тобой слежу, угу. А ещё моей верной спутницей и проводником по мирам стала Хлоя Прайс. Без неё у меня бы, пожалуй, не получилось это видео. И за это ей, конечно же, большое надсталкерское спасибо. Страшно сказать, но началось всё в 1995 году, именно тогда вышла игра Rolls.com. Да и то, назвать её таковой будет не совсем верно. Скорее, это интерактивный чат, основная функция которого заключается в обеспечении социального взаимодействия между людьми. Здесь нет данжей, высоковровневого шмота, захватывающих дух катсцен, но есть огромное количество миров локаций, созданных другими пользователями чат и визуал в стиле ретро. Ну, совсем ретро. Вообще прям ретро-ретро. Мда. Оу май! И знаете, оказывается, всего этого хватает, чтобы получить свой особенный, извращенный фан даже в 2К19. Но, сразу скажу, порог вхождения тут выше, чем в любой современной ММО. И в этом видео, прямо сейчас, я дам вам краткое руководство к действиям. Итак... Что ж, допустим, вы зарегистрирулись и освоились с нехитрым управлением. Теперь нужно усвоить одну вещь. Миры работают по принципу интернета. То есть, тут также есть крернет и, условно говоря, дипвеб. Получается, всякие попсовые локации не интересуют никого и, конечно же, не имеют никакой ценности. Поэтому нужно искать глубже. А именно, нужно найти специальные волшебные комнаты, которые предоставляют доступ к открытым локациям. Но, естественно, как настоящий гений всех интернетов, я уже нашёл их за вас. Вам остаётся только добавить их в закладки, кликнув по кнопке World's Mark в боковой панели и затем на Add New World's Mark. Все данные на экране. Но ты скажешь, веб, веб, но это всего лишь один мир, а ты сказал, что их несколько, ты опять проебался. А вот и нет, ещё данные к этому такому хабу я скину под конец видео, так что смотри дальше. Всё, теперь вы можете телепортироваться сюда, как только вам будет угодно. Ну а тут сотни интересных миров, ожидающих изучения. Нет, достаточно только кликнуть по названию любого, как вы мгновенно перенесётесь туда. Кстати, все понравившиеся миры можно также добавлять в закладки, чтобы не потерялись. Ну, это так, на заметку. В общем-то, на этом всё. Теперь вы готовы к покорению миров. Но какова конечная цель? Зачем это всё? Ну, тут каждый уже решает для себя сам. Прямо как в реальной жизни. Кто-то ищет такого же странного, как он сам собеседника на вечер, кто-то пытается вернуться в 95-й год, а кто-то и следует. И мы, естественно, остановимся подробнее на последнем пункте. Итак, исследования. Что можно интересного найти в мирах? Да, много чего. Миры — это настоящее цифровое кладбище, на котором похоронены эмоции и воспоминания других людей. Как вам, например, работа этих двух молодожёнов, которые отстроили этот роскошный замок в знак своих высоких чувств? Или вот, как вам эти загадочные ацтекские джунгли, таящие в себе множество секретов? А что насчёт зловещего готического замка в стиле самой первой кваки? Или вот, даже казино. Ёбаный твой урод, блядь! И всё это лишь малая часть того безумия, что можно отыскать в YOLDS.com. Уж поверьте мне. Но вернёмся к нашей теме. Главной теме. Самое главное, что дают миры, они визуализируют поиск информации. И, соответственно, нет-сталкинг как таковой. Этот интерактивный чат со временем претерпел свою главную метаморфозу и трансформировался в нечто странное. А именно, как я уже сказал, в цифровое кладбище идей, надежд и, возможно, даже некоторых людей. Но, как настоящие оптимисты, давай с тобой искать плюсы во всём, даже на кладбище. Так вот, по моему мнению, сегодня YOLDS.com может выступать в качестве своеобразного тренажёра для поиска информации, пробуждать интерес к исследованиям. Знаете, этот чат позволяет почувствовать себя таким Колумбом цифровой эпохи. Очень редкое и интересное чувство, хочу заметить. Да и вообще, в конце концов, он просто рассказывает интересные истории. А все мы собрались здесь именно за этим, не так ли? Меня часто спрашивают, как стать надсталкером веб? И я не знаю, как ответить на этот вопрос. Нужно выработать специальный склад ума и относиться к информации по-особенному. Но, кажется, я таки нашёл универсальный тест. Универсальный тест на надсталкера. Итак, качаете клиент YOLDS.com с официального сайта, ссылку я оставлю в описании, устанавливаете, запускаете, регистрируетесь. И если вас всё это увлечёт, то поздравляю, у вас и вправду надсталкерский склад ума. Это нехорошо и неплохо, просто факт. Поэтому, если бы я основал свою академию надсталкеров, то там был бы учебный тренажёр в виде YOLDS.com. Это точно. А потом бы, конечно же, я попытался бы заколоть одного из своих учеников во сне. Знаете ли, я большой фанат Звёздных Войн и всегда хотел походить на Люка Скайуокера, да. Так или иначе, у кого-то наверняка уже возник неудобный вопрос. Зачем создатели миров вообще до сих пор держат сервера и поддерживают своё детище на плаву? Ведь всё это стоит немалых денег. Да, стоит. Но, во-первых, некоторая часть расходов перекрывается небольшим, но необязательным донатом, благодаря которому можно настроить своё виртуальное альтер-эго по своему вкусу. Во-вторых, есть мнение, что директор компании Том Кидрин одним только фактом существования в YOLDS.com пытается всем доказать, что он был первым, кто создал ММО. В современном понимании этого слова. Так, он даже подаёт судебные иски против разработчиков Lineage и World of Warcraft. Таким образом, Тома даже прозвали патентным тролем. Поэтому, хочется надеяться, что этот парень знает, что делает. Ну и, конечно, куда без страшных легенд. Если уж ими обросла какая-нибудь GTA San Andreas, то WOLDS.com и подавно. Более того, иногда кажется, будто она просто создана для этого. Например, мировикам доподлинно известно о странном игроке под никнеймом Nexialist. Он преследует пользователей на пустынных локациях, пишет в чат странные вещи и совершает прочие непотребства. Поговаривает, будто так развлекается один из админов WOLDS.com, и его можно понять. На здешних пустынных просторах не сойти с ума от скуки очень сложно. Или вот, местная достопримечательность под никнеймом Fallen Angel. Паучиха стоит на начальной локации Ground Zero уже не один год. То есть, получается, кто-то не выходит из своей учётной записи очень долгое время. И что, всё это лишь для того, чтобы попугать новичков? Непонятно. Но что я точно знаю, так это то, что она скрывает один секрет. Не верите? Ну тогда добавьте её в друзья, а затем телепортируйтесь к ней. Вы окажетесь на другой локации, и здесь будет ещё один хаб. Сюда добавлены сплошь легендарные и интереснейшие миры, так что скучать не придётся. Рассказать ещё можно много чего. Погулять в world.com и правда есть где. И все местные интересности вместить в одно видео точно не получится. Поэтому давайте так. Если под этим видео наберётся достаточное количество лайков и комментариев, ну скажем, 700-800 лайков, это ведь не так много, да? Я запущу новую рубрику на канале, где буду показывать топ интересных локаций. Не переживайте, их много. На десяток выпусков точно наберётся. Так что ставьте лайки, подписывайтесь на канал, рассказывайте об этом и не только видео своим друзьям, комментируйте. Ну а с вами, как всегда, был Уэб. Всем до скорых встреч на просторах дипнета и обычного интернета. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok